Перезапуск популярной программы иммиграции в Канаду, новые иммиграционные потоки и другие главные новости недели. Хорошая новость – обновилась одна из самых любимых программ иммиграции среди «наших». Речь идет об атлантической программе. По ней можно эмигрировать в одну из атлантических провинций на востоке Канады. Это Новая Шотландия, Нью-Брансвик, Нью-Фаундленд и Лабрадор и остров Принца Эдуарда. Программа выгодно отличается сниженными требованиями к образованию, знанию языка и наличию средств. После перезапуска по ней ежегодно будут приглашать до 6000 кандидатов. Открылись два новых иммиграционных потока в канадских провинциях. Об этом расскажем дальше. А пока попросим вас поставить лайк. Вам это ничего не стоит, а нам помогает продвигать ролики. Провинция Соскачеван приглашает высококвалифицированных технических специалистов. Требуются инженеры электромеханики и инженеры электроники, аналитики и консультанты информационных систем, аналитики баз данных, разработчики программного обеспечения, техники по компьютерным сетям. Специалисты по тестированию и другие профессионалы в сфере IT. Обратите внимание, что некоторым специалистам придется получать в Соскачивании лицензию. Но для большинства профессий достаточно предложений о работе, базового знания языка, высшего образования и опыта работы. Те кандидаты, кто уже принят в пул экспресс-энтри, также могут подать заявку на участие в этом потоке. Их заявки обещают обработать быстрее. Нью-Брансвику нужны водители грузовиков. Этот поток предназначен только для тех водителей, что уже проработали в провинции не менее полугода. Они должны иметь опыт работы не менее двух лет и все необходимые лицензии. Про оба потока скоро выйдет подробное видео на канале. Обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить его. Большие изменения в провинциальную программу иммиграции внесла британская Колумбия. Была значительно изменена программа для медиков. Сейчас расскажем подробности. По ней будут принимать заявки от всех специалистов в области здравоохранения. К врачам разных специальностей добавили специалистов по медицинской технике и уходу за пациентами, в том числе логопедов, психологов, социальных работников. Снизили требования к ассистентам стоматологов и санитарам. Также в рамках этой программы британская Колумбия будет проводить отдельные розыгрыши для воспитателей детских садов. Канадское правительство решило реформировать систему дошкольных учреждений по всей стране. Сейчас 60% детских садов – частные. Места в них стоят дорого, и их не хватает. К 2026 году планируют открыть тысячи новых детских садов. Правительство обещает сделать их доступными для всех. Цена на одного ребенка не более 10 канадских долларов в день. Больше ясель, больше государственных детских садов. Очень вероятно, что скоро и другие провинции начнут приглашать воспитателей. По предварительным подсчетам, появится не менее 40 тысяч новых рабочих мест. Провинции Канады ускорили обработку заявок на ПМЖ от украинцев. Вместе с украинцами номинировали и других кандидатов. Два отбора провел Соскачеван. Первым пригласив украинцев 4 марта. Проходной балл снизили с 68 до 60 пунктов для востребованных специалистов и 61 для тех, кто участвует в федеральных программах эмиграции. Обычно Соскачеван проводит отборы для специалистов конкретных профессий, но сейчас сделал исключение. Второй отбор прошел 8 марта. Пригласили еще трех кандидатов из Украины. Остальные 82 кандидата по потокам для востребованных специалистов должны были иметь одну из 25 нужных провинций специальностей. 9 марта Манитоба провела отбор специально для украинцев. Провинция пригласила 71 человека. Это первый отбор по национальному признаку, где не было проходных баллов. До этого без подсчета баллов системы, выражения заинтересованности, приглашали только выпускников вузов Манитобы. 10 марта Манитоба провела еще один отбор. Пригласили 120 кандидатов по трем потокам квалифицированных специалистов из-за границы, квалифицированных специалистов, работающих в Манитобе, и выпускников местных вузов. 8 марта провела отбор Британская Колумбия. Всего позвали 204 кандидатов. Среди них 13 менеджеров оптовой и розничной торговли и заведений общественного питания. Остальные – квалифицированные специалисты, специалисты средней квалификации и выпускники вузов. А в Антария пригласили предпринимателей. Отбирали кандидатов, у которых есть опыт работы на руководящих должностях и достаточно денег, чтобы открыть свой бизнес или купить существующий. Это первый розыгрыш в Антария для предпринимателей в 2022 году. Приглашение получили 21 кандидат. Прием беженцев из Украины пока не начат. Премьер-министр Канады Трюдо посетил Польшу и обсудил с польским президентом Анджеем Дудой способы перевозки беженцев в Канаду. Более полутора миллионов беженцев из Украины сейчас находятся в Польше. Трюдо посетил общежитие в Варшаве и пообщался с ними. После этого Трюдо пообещал, что Канада потратит 117 миллионов долларов США на ускоренное рассмотрение заявок украинцев о предоставлении статуса беженца. Также Канада пожертвует Красному Кресту еще 20 миллионов долларов США для помощи Украине. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также посмотрите другие наши ролики об иммиграции, работе и учебе в Канаде.